Стоянка для автомашин внизу вот и наверху. По-моему, вот то, что без навеса на улице, которые стоят, 30 евро, а то, что внизу там чуть-чуть подороже из-за того, что у них там крыша, 50, по-моему, я не знаю, евро. Вся эта стоянка вот для жителей этих домов. Ни во дворах не ставят, ни около подъезда, ни в подъезд машины ставят. Оставят специально, так ей, как сказать, такое место на стоянку. Вот двор, а вот стоянка. И это красота. На зеленый газон поставил, не на зеленый, по тротуарам, не тротуарам. Поставил машину на стоянку, там в каждом месте есть номер квартиры, по-моему, или они без еда. Куда есть номера, сейчас не буду туда подниматься. И всегда, в любое время есть место, куда припарковаться. Никакая собака на твое место машину не поставит. Каждую свои номера. За этот номер ты платишь ежемесячно. Так, сейчас посмотрим здесь, какой номер. Двадцать, что-то там есть. Вот, стерлась. Да? И четко видно. Но есть номера. Заборчик вот такие закрытые. Площадка, песочница. Ах, мама родная. Чистые дома. И... О, люди. Идут в своей машине. Подъезд на машине во двор нету. Только с другой стороны, вон оттуда. Отсюда его нету. Вон там дорога. Заехал сюда, поставил. Вот. Тут лестницы, там лестницы. Зашел себе домой. И двор чистый, и везде чисто. Да, это все в Вене. Вена, Вена. Загнивающаяся Европа. Загнивающаяся. Гейропа, как говорят. О Европе. Много раз слышу. Вон, с подвала еще поднимается. Поставила машину. И... К себе домой. Все стандартно. Шторы. Уже... Надо себе отдельно ставить шторы. Они уже есть. Потому что это солнечная сторона. Да, уж. Поэтому тут и порядок. И... Чистота. Да, Камила? Да? Вот. Пока. Пока.